Конверты, марки, открытки, фотокопии, газеты, листовок – всё это входит в экспозицию выставки «Союз печать. Взгляд сквозь годы». Мероприятие приурочено сразу к нескольким датам – Дню российской печати, которая празднует 13 января, и Дню официального введения гражданского русского алфавита. Мы представили ситуацию, при которой бы, например, закрылись бы все киоски «Союз печати» в городе. И поняли, что последствия такого закрытия были бы катастрофические, потому что очень много пенсионеров, которые уже не мыслят себя без газеты. И мы так подумали, что действительно мы делаем социально значимые действия, мы обеспечиваем определенную степень информационную безопасность в городе. Больше 15 стендов рассказывают историю развития дореволюционной системы распространения печати в городе и создания агентства «Связь» – предшественника «Союз печати», работающего в 20-е годы при городской почтово-телеграфной конторе. В создании выставки большую помощь оказало городское общество филанталистов и детский клуб «Октябрь» гимназии номер 7. Естественно, наши молодые ребята, которые руководят, это Вадим Докин, обратился где-то в середине прошлого года с предложением сделать такую выставку. Поддержка была от губернатора, в первую очередь, конечно, от нас. Все, что необходимо, помогли. Я скажу, что это предприятие у нас одно из немногих, которое приносит прибыль в город. Одно из немногих. Представители ассоциации, распространители продукции России, проверив наши предприятия, пришли в восторг. В России это одно из лучших предприятий в нашем Союз печати. Это показатель. Севастополь впереди планеты всей. Каждый гость получил образцы газеты дореволюционного периода и листовку эпохи Российской империи. Их раздавали почтальоны, одетые в формы тех времен. Участники выставки могли самостоятельно погасить сопроводительным штемпелем почтовую фотокарточку, которую организаторы выдавали на память каждому. Помимо агентства Союз печать, в создании выставки приняло участие газета «Слава Севастополя», «Литературная газета», «Флаг Родины» и «Севастопольская газета». В Севастополе по-любому должны быть такие мероприятия. Мне очень понравились картины и старые фотографии. Я вообще любительница старых фотографий. Я узнала об этом из совместной, опять-таки, печатного издания «Адмирал», о том, что у нас будет эта выставка. А поскольку я с детства коллекционировала понемножку открытки, где-то конверты, где-то марки, мне было очень интересно. Интересная выставка, особенно та часть, которая дореволюционная, с исторической точки зрения. Открыточки интересные, с балаклавой, чудесная фотка. Вообще, это же организация историческая, важная. Я еще помню времена, когда интернета не было и новости из газет. Выставка в Художественном музее имени Крошицкого будет работать до 5 февраля. Вход на нее свободный.